Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Водителя ищет полиция. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП под фаленками. Запах гари и заторы на дорогах. Пожар в нежилом деревянном доме на Московской переполошил весь город. Убил и спрятался в тумбочке. Подозреваемый в убийстве собутыльника нашел оригинальный способ скрыться от полиции. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП под фаленками. Там опрокинулся квадроцикл. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла в понедельник в 17.05 на 140-м километре дороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки. По предварительным данным ГИБДД, неустановленный водитель квадроцикла «Стелс» не справился с управлением. Техника опрокинулась, и пассажир получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Водитель якобы убежал, а сотрудники розыска ГИБДД проверяют, а был ли вообще пассажир. В Кирове на улице Ломоносова аварию спровоцировала 71-летняя пенсионерка на форде «Фиеста». По предварительным данным ведомства, на перекрестке она повернула налево и не пропустила встречный форт «Мондео». Вероятная виновница аварии получила травму, и ее не госпитализировали. В селе Городище Санчурского района столкнулись попутные автомобили. По предварительным данным госавтоинспекции, водитель грузовика «ГАЗ» врезался в «Рено-Симбол». В этом происшествии обошлось без пострадавших. В Юрьянском районе на подъезде к Кирову совершил ДТП еще один водитель «ГАЗа». По предварительным данным полиции, он также протаранил впереди идущую машину «Опель Астра». Медиков на место аварии не вызывали. В Кирове на перекрестке улиц Сваровского и Сурикова столкнулись две машины. По предварительным данным полиции, водитель «Хёнде Тусан» поворачивал с улицы Сурикова налево и поздно заметил остановившийся «Мерседес». После удара никто не пострадал, автомобили получили повреждения. Сергей Печугин, место происшествия. Пожар в нежилом деревянном доме на Московской 78 в районе перекрестка с Хлебозаводским проездом переполошил весь город. Возгорание произошло в понедельник днем. Густой черный столб дыма очевидцы наблюдали из разных точек города, а водители стояли в пробках на Московской с юга запада. Об этом и других происшествиях подробнее в рубрике «Сводка». Огонь вспыхнул в двухэтажном доме на Московской примерно в три часа дня. Здание было нежилым, его готовили к сносу. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. На место выезжали 10 пожарных расчетов. Сложность заключалась в том, что в пяти метрах стоит деревянный жилой дом. Он не пострадал. Также из соседнего техникума эвакуировали студентов. Открытый огонь ликвидировали через два с половиной часа. Еще спустя полтора часа пожар полностью потушили. Все это время водителям пришлось постоять в огромной пробке. Улицу Московскую перекрывали. Рассматривают две версии возникновения пожара – поджог или неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет. А вот в Вятских полянах избежать жертв при пожаре не удалось. 13 мая там загорелась квартира в двухэтажном доме. После тушения на месте нашли погибшего 65-летнего мужчину. Он злоупотреблял спиртным и в пьяном виде пытался отремонтировать в подъезде электрический щит. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Ссора из-за татуировок довела до трагедии. 8 мая в Кирове 37-летний мужчина устроил алкогольное застолье со своей супругой и знакомым. В ходе него мужчины поссорились, они оба в прошлом были судимы. Гость упрекнул хозяина квартиры в том, что тот пробыл за решеткой мало времени, а наколок у него много. Хозяин разозлился и несколько раз ударил оппонента ножом. Тот скончался. Когда на место прибыли полицейские и следователи, хозяин квартиры пытался спрятаться от них в тумбочке. Сейчас подозреваемого в убийстве задержали, ведется следствие. Продолжаются поиски 15-летней Лилии Переваловой. Девочка ушла из дома 8 мая и до сих пор о ней ничего не известно. Была одета в джинсовую куртку, черную футболку с рисунком кошачий глаз, фиолетовую кофту с капюшоном, черные брюки, серые кроссовки. Если вам что-либо известно о Лилии Переваловой, звоните по телефону на экране или 02. Алина Котрихова. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь и смотрите далее. Приятный голос на том конце провода. Он не показался вам сразу каким-то подозрительным? Нет. Тональность голоса у него была действительно как у сотрудников банков. Он выражался профессиональными терминами банковскими. 34-летняя Кировчанка перевела со своей карты мошенникам 50 тысяч рублей. И что? Что вы где? Подрались из-за шума. Нельзя пить. Все, до свидания. На улице Целковского молодые люди избили жильца дома. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Хотела обезопасить свою банковскую карту от мошенников, но в итоге сама же на них и наткнулась 34-летняя жительница Кирова. 9 мая женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги. Старая мошенническая схема сработала. Потерпевшая поверила в байку и лишилась крупной суммы денег. Тревожный звонок насторожил потерпевшую утром 9 мая. В праздничный день на том конце провода неизвестный мужчина сообщил ей, что ее картой пытаются воспользоваться мошенники и расплатиться в интернет-магазине. И пообещал помочь. Для того, чтобы списанные деньги вернуть мне обратно на карту, он запросил данные моей карты. Данные карты я ему предоставила. После чего он сказал, что мне на телефон должно поступить сообщение с паролем для подтверждения операции возврата денежных средств. После этого потерпевшую попросили через терминал снять деньги и перевести на другой счет. В итоге женщина отдала злоумышленникам 50 тысяч рублей. После этого она обратилась в полицию. Обманутая призналась, что неизвестный обладал приятным голосом и задавал наводящие вопросы. И у нее не закралось и тени сомнения, что мужчина может быть мошенником. Гражданин, который совершал звонки и просил, предоставив вам данные карты, он не показался вам сразу каким-то подозрительным? Нет. Тональность голоса у него была действительно, как у сотрудников банков бывает. Он выражался профессиональными терминами банковскими. Одна из распространенных схем является расслывка смс-сообщением о том, что банковская карта заблокирована, либо данная банковская карта пытается расплатиться в каком-либо интернет-магазине, либо интернет-сайте. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступника ищут. В полиции напоминают, что коды, пароли банковских карт называть никому нельзя. Также советуют не подключать услугу мобильный банк к чужим номерам телефонов. Алина Котрихова. Место происшествия. Получил внос за попытку успокоить шумных соседей жилец дома по улице Циолковского. А началось все с вежливого замечания и просьбы. Мужчина попросил подвыпившую компанию не шуметь, но в ответ получил лишь порцию бранных слов. Затем он вызвал полицию, и молодые люди за это избили его. Детали конфликта выяснял наш корреспондент Павел Москвин. Увидев у своего подъезда полицейских, потерпевший Юрий радостно воскликнул. Здравствуйте. Аллилуй. Они шумели на улице? Да, они шумели как раз под моим окошком, потому что окошко выходило во двор, и во двор это очень слышно. И вообще, ну, я просто вышел, сделал замечание, но во-первых, я получил все, я получил в лицо. По словам жильца, он и его знакомые никак не могли договориться с шумной компанией. Вызывали полицию и ранее, но криконы от этого стали еще яростнее, устроили драку. Я захожу в свою квартиру, и они идут следом за нами. А мне что делать? Я нажимаю на баллон. Они сваливают, потом орут под окном и орут под дверью. Видимо, женщина вошла во вкус и хотела применить перцовый баллон на соседей, которого она вспутала с одним из хулиганов. Ты упадешь в клубе внутри, блядься, боже, дурак. Веришь, нет? Давайте не будем выражаться. Ты че, я знаю, где ты живешь. Ты, б***ь, да? Ты, б***ь, б***ь. Ты правда? Уберите ее. Что творите-то тоже? А че мне угрожают? В это время на ее друга вновь напала шумная компания. За свет нам бью. И че? Че вы где, б***ь? Сделай! Задержанный Максим уверял, что какая-то незнакомая женщина устроила беспредел и брызнула ему перцовкой в лицо. Вот за что меня залили перцовкой, я не знаю. Я хотел спросить, за что начал со мной драться человек. И он меня залил перцовкой. Ну, я начал с ним драться. Тем временем потерпевший Юрий моделировал различные исходы этой драки. Выхожу я, допустим, да? Они сидят, пять человек. Я выхожу с ножом. И меня так же садят, как обычно. Меня шесть лет назад так же посадили. К словам мужчины, он сам немного выпил, но в отличие от Максима и его друзей, он никому не мешал отдыхать. Да, я выпил, да. Но я выпил дома, и никому не мешаю. Почему этим мне алкашитам мешают? Почему они мне... Не мешают, зачем это мужик? Почему они жизнь, жизнь вот так вот делают? Не реви. Не, ничего. Заполоревить. Ну, тут столько молодежи, алкашей, вообще, это не продохнуть просто. Вы как-нибудь родители следите за своими, как его сказать это... С детьми, с детьми. С детьми, да, туда-сюда. Юрий не стал писать заявление на своих обидчиков. Максима увезли в отдел полиции за мелкое хулиганство. Нельзя пить. Все, до свидания. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия. Сейчас мы прерваемся на короткую рекламу. Не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Повезло, что оторвался только бампер. На трассе Киров-Посегова камера зафиксировала, как водитель Рено спровоцировал ДТП. Постой паровоз. На угле он горит по дюйму. На угле, как паровозы раньше работали. Или на дровах. Дымовую завесу создал водитель иномарки, проехавшись по дорогам города. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На трассе Киров-Посегова камера зафиксировала, как водитель Рено спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На трассе Киров-Посегова автор видео стал очевидцем ДТП. Водитель Рено решил то ли развернуться, то ли повернуть налево и не пропустил ни его «Шевроле». От удара у легкового авто вырвало бампер. К счастью, обошлось без жертв. Любители опасных и запрещенных обгонов зафиксировал видеорегистратор на трассе «Вятка». Сначала просто обгон через сплошную линию разметки. Затем такой же обгон перед поворотом. ДТП с фурой удалось избежать только благодаря водителю Гранты. Вскоре автор видео поравнялся с лихачем, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке. И, возможно, погрозить ему пальцем, видимо, не помогло. Лихач на Мазде вряд ли бы выехал навстречу, если бы увидел эту редкую для кировских дорог машину. Очевидец снял ее на камеру в Юрьянском районе. Мимо автора видео проехал семиосный МАЗ-7917, который используется в ракетном комплексе «Тополь». На перекрестке улиц Солнечная и Конева весьма рисковый. Пожилой мужчина устроил своим «Жигулям» тест на скорость и попросту не захотел останавливаться перед светофором. На улице Производственной водитель автобуса 67 маршрута напрочь забыл о правилах дорожного движения. Повернул на красный со среднего ряда. Дымовую завесу создал водитель иномарки, проехавшись по дорогам города. Очевидцы предположили, что машина едет на углях и дровах. Сергей Пичугин. Место происшествия. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или любительскую видеокамеру, присылайте видео на наш электронный ящик. mpikerovsobaka.invox.ru Или звоните и сообщите по телефону 47 3302. Также в выпуске проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте или прочитать новости в Инстаграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи.